Привет всем любителям лягушек, с вами амфибийная лаборатория, меня зовут Марина Правда. Фиброзная остеодистрофия, остеомаляция, вторичный пищевой гиперпаратириоз, остеопороз, рахит. Все эти названия объединяются в одно понятие, которое в английской литературе называется metabolic bone disease, то есть метаболическая болезнь костей. В России самое распространенное название этого недуга это рахит. Метаболическая болезнь костей развивается у животных при острой нехватке кальция. Когда в организм не поступает достаточно кальция, для того, чтобы поддерживать нормальные жизненные функции, а кальций нужен не только для построения костей, но и, например, для сокращения скелетных мышц. Просто для того, чтобы двигаться, нам тоже нужен кальций. Если нам его не хватает, организм начинает вымывать его из костей. Кости становятся либо гибкими, либо хрупкими. Это может приводить к переломам, деформациям и страшно увечить животных. Вот это мы называем простым словом рахит. По факту не очень корректно называть это заболевание рахит, потому что обычно метаболическую болезнь называют рахитом, когда она развивается у детей. Остеопорозом в медицине называется похожее состояние, но у взрослых и пожилых людей. Но в террорумной культуре в целом очень распространено слово рахит, поэтому я сделаю такое допущение и буду называть это состояние именно рахитом, не делая упор на возраст животных и на особенности протекания заболевания. В этом ролике мне важно донести общую картину заболевания, причинного возникновения и принципов содержания животных, которые позволяют избегать развития рахита. Первое, о чем думают люди, это у нас нехватка кальция в организме животных, что мы можем сделать? Добавить в корм тонну кальция. Да, добавление кальция важно, и вы должны это делать, но вы должны помнить о принципах его усвоения. Потому что если кальцию не помогут усвоиться другие вещества, он просто выведется из организма транзитом. О каких веществах мы должны заботиться, чтобы кальций, который мы даем с пищей, усвоился у наших лягушек? В первую очередь мы должны заботиться о соотношении кальция к фосфору. Сейчас не буду углубляться в особенности кальциево-фосфорного баланса в организме, чтобы никого не путать. Но просто помните, что эти вещества существуют в организме в сцепке. И если мы даем очень-очень много фосфора в корме, фосфор очень хочет соединиться с кальцием, и поэтому он достанет его откуда угодно. И для того, чтобы кальциево-фосфорный баланс не нарушался, вы обязательно должны давать одну или полторы части кальция на одну часть фосфора. Это идеальный баланс. Если кальция будет больше, ничего плохого. Плохо, если будет больше фосфора. Поэтому очень важно следить за соотношением кальция и фосфора в кормах, которые вы даете. Сейчас вы видите таблицу, которая показывает соотношение кальция и фосфора в самых распространенных кормовых культурах, которые мы даем нашим амфибиям. Здесь мы видим, что даже в сверчках, которые очень распространены в качестве кормовой культуры для лягушек, содержится недостаточно кальция. Поэтому очень полезно прокармливать кальциевыми добавками непосредственно сверчков, загружать их кишечник кальцием, и после этого сразу скармливать вашей амфибии. Это уже может повысить содержание кальция в этом сверчке. Также можно прокармливать овощами во многих видах капусты. Например, в пекинской белокочанным животным давать не надо, и даже у сверчков от нее могут быть брожения и проблемы. Но пекинская уже нормально. В ней достаточно много хилатного кальция, он очень легко усвояем. И также может повысить питательную ценность сверчков и содержание микроэлементов в его организме. Но прокармливание это лишь один метод. Если мы не уверены в том, что сверчок съел или получил, то, конечно, удобнее использовать порошковые обсыпки для того, чтобы припудрить сверчка и скормить его вашей амфибией. Тогда, конечно, он кальций получит в должной мере, и все будет круто. Также из этой таблицы видно, почему не рекомендуется давать личинки фобоса или мучника в качестве постоянного корма. Да, это очень удобный корм, его можно разводить самостоятельно. Ролик о том, как его разводить, есть на канале. Я оставлю ссылку в описании, он очень питательный. Но обычно, когда говорят о том, чтобы не кормить животных на постоянке этими личинками, говорят только о том, что они очень жирные. Они, разумеется, ничего супер жирное не приносят пользы организму, лишний вес не приносит пользы организму. И поэтому, да, постоянно кормить этим кормом питомцев-лягушек не рекомендуется. Но также не рекомендуется, потому что у них дичащий дисбаланс кальция и фосфора. 13 из 17 частей фосфора на одну часть кальция. Поэтому, да, животные любят эти личинки, да, они питательные, но не отдавать их можно только в качестве лакомства. Только самые дубовые пластичные виды, даже с учетом обсыпки, могут существовать на кормлении фобосом. Какие я не скажу, потому что я считаю, что не надо испытывать никого на прочность, даже если это пластичный и хорошо приспособляемый вид. Следующая вещь, которую надо учитывать в усвоении кальция, это витамин D3. Это проводник кальция в организме. Если животное получает недостаточное количество витамина D3, то кальций даже при правильном соотношении с фосфором, даже если фосфор там не вытянул и не унес весь наш кальций, мы все равно не заставим его усвоиться, если животное не получает достаточное количество витамина D3. Также подробности путешествия D3 по организму я описывала в статье про рахит в своей группе Амфибии ВКонтакте. Ссылка на эту статью будет в описании ролика. Но в целом нужно помнить одну вещь. D3 необходим для усвоения кальция, но с ним очень легко переборщить. И так как именно витамин D3 отвечает за то, чтобы кальций усвоился в организме, то именно при его избытке мы можем получить проблемы с излишним отложением кальция. Да, люди редко сталкиваются с этими состояниями, но вообще-то мы можем получить излишние отложения кальция, кальцификацию даже сосудов, кальцификацию внутренних органов при избытке синтетического витамина D3. Поэтому я такой фанат содержания всех животных, даже амфибии с ультрафиолетом. Потому что ультрафиолетовые лампы позволяют животному вырабатывать свой собственный витамин D3, и кальций усваивается очень гармонично. Да, я при этом даю добавки все равно с содержанием витамина D3, но как правило я слежу, чтобы содержание витамина было не больше 20 тысяч единиц. Потому что все, что лишнее, может пойти во вред амфибия. И так как амфибия не пустынная ящерица, то обычно большее количество витамина D3 будет для нее вредным. И еще один фактор, важнейший в усвоении кальция, это кальцитонин. Это протериодный гормон, гормон щитовидной железы. Иногда так бывает, что вы все делаете правильно, что все классно, баланс кальция и фосфора соблюдается. D3 вы даете достаточно, или ультрафиолетовая лампа стоит хорошая. И тем не менее, животное все равно начинает рахититься. И если есть возможность изучить состав крови на содержание этого гормона, можно установить, что проблема в том, что у него недостаточно функционирует щитовидная железа. К сожалению, с этим сделать уже что-либо очень сложно. Делать идеальные условия для этого животного и жалеть его такого несчастного. Поэтому основные факторы развития рахита, это недостаток кальция, избыток фосфора, недостаток витамина D3 и недостаточная функция щитовидной железы. Плюс, надо не забывать, что кроме этих факторов, есть еще несколько факторов, которые могут влиять на усвоение витаминов. Для некоторых животных это удивительным образом оказываются неверные температуры. Когда вы заводите холоднокровное животное, вы должны изучить комфортные для него температурные рамки, обязательно их придерживаться, потому что в противном случае у животного будет недостаточный обмен веществ или какие-то стрессовые состояния, и это может влиять на его обменные процессы, в частности, на усвоение кальция и может приводить к рахиту. Разумеется, угнетение пищеварения также может влиять на усвоение кальция. Разрушения в пищеварительном тракте также могут влиять на то, как усваиваются те или иные микроэлементы. Например, недавно вышел ролик про стронгилоидоз, заболевание, которое вызывается гельминтами, от которого достаточно сложно избавиться. Я как раз там говорила о том, что, видимо, вследствие того, что гельминты разрушают стенки кишечника, разрушают внутренние органы и забирают многие микроэлементы и питательные вещества себе для своей жизнедеятельности, очень часто даже в идеальных условиях у молодняка лягушек начинают наблюдаться симптомы рахита. И они проходят после того, как эти черви выведены полностью. О том, как вывести этих червей полностью, также я рассказывала в ролике. Разумеется, неверный рацион, полностью неправильно подобранные кормовые культуры, кормовый объект также могут приводить к рахиту. Например, такой интересный момент, что очень часто оказываются зарахиченными лягушки-рогатки, которых кормили грызунами. Грызуны очень тяжелый и жирный корм для рогаток. Они получают очень много питательных веществ, но недостаточно микроэлементов. Они еще не успевают проголодаться к следующему разу, потому что, ну, получили очень много жира, очень много тяжелой пищи, они спокойно сидят, ее переваривают. В следующий раз они проголодаются, захотят есть нужное количество микроэлементов, которые им требуются за это время, что они переваривали, они не получат. А при этом в террорийной культуре часто считается, что если мы даем цельные тушки животных, то там содержатся и кости, в которых есть кальций, и витамин D3, и поэтому дополнительно посыпать ничем этих грызунов не надо. Например, если киперы рептилии кормят своих змей грызунами, то им действительно хватает всего, хватает витамина D3, хватает кальция, и ни в коем случае не надо никаких дополнительных добавок добавлять, то в случае с лягушками это не так. Эта пища им не подходит, поэтому вот такие факторы также могут вызвать рахит. Обязательно, если вы заводите животное, надо изучить его пищевые потребности, и что ему лучше подходит, какие кормовые культуры или кормовые объекты. Как понять, что ваша лягушка болеет именно рахитом? Ну, во-первых, еще до того, как лягушка покалечится, первый симптом недостатка кальция в организме – это судороги. Как я уже сказала, кальций нужен не только для построения костей, он также нужен для того, чтобы обеспечивать мышечные сокращения и для выработки некоторых ферментов. Но если выработку ферментов вы не всегда можете заметить, то судороги у своей лягушки вы заметите обязательно. Это чаще всего выражается в подергивании лап, иногда в подергивании боков, иногда лягушка может быть скована судорогой полностью. При любой декальцинации могут возникнуть судороги. Даже если эта декальцинация произошла, например, вследствие стресса, вследствие заболеваний, может упасть резко количество ионизированного кальция в крови, и животное начнет биться в судороге. Это опасное состояние, с одной стороны, потому что если животное сковывается полной судорогой, то судорога может задеть дыхательную систему или сердечную, и тогда животное погибнет. А, еще немножко про судороги. Очень многие лягушки от нервного возбуждения, от интереса, и даже общаясь со своими сородичами, трясут пальчиками. Это очень свойственно древолазам и телодермам. Я думаю, многие владельцы этих лягушек видели, как только кидающим насекомых сразу трясутся пальчики. Это не судороги, это абсолютно нормальное физиологичное поведение этих животных. Судороги надо купировать и убирать сразу же, как только они появляются. Но, тем не менее, это хороший индикатор, что что-то идет не так. Это гораздо лучше, чем другие варианты. Потому что если у вашего животного просто количество ионизированного кальция в крови уменьшилось, и оно начало биться в судорогах, вы сразу пойметесь, что с ним что-то не так, и сможете начать решать проблему. Гораздо хуже, если у животного не возникает дефицита кальция в крови. Это случается, когда организм решает, что окей, у нас нет кальция, давайте добывать его из костей. Как-то вот стрессовых факторов нет, ничего нет, судороги вдруг не возникли, просто кальций начал вымываться из костей. Так тоже бывает. Это хуже, потому что вы можете не заметить течение проблемы, пока оно не достигнет второй стадии. После судорог начинается истончение костной ткани. Это ужасное состояние еще тем, что даже по анализу крови вы не поймете, что у животного рахит. Только по рентгену, по плотности костей. То должен быть специалист, который в состоянии оценить нормальную и дефицитную плотность костей у лягушки. Когда из костей вымывается кальций, это может привести к переломам и к деформациям. Так как лягушки чаще всего пользуются лапками и челюстями в повседневной жизни, то размягчение костей чаще всего сказывается на том, что начинают кривить лапы и уродоваться челюсть. И если деформация уже произошла, перелом произошел и неправильно сросся, мягкая кость изуродовалась, то исправить это уже невозможно. Если животное искривилось, то оно останется кривым навсегда. И все, что вы сможете для него сделать, это купировать это состояние. Вы можете даже полностью излечить это состояние, то есть достигнуть нормальной плотности костей. Вы остановите процессы, но вы не исправите то, что уже возникло. Поэтому, как вы понимаете, судороги это лучший исход, потому что они часто возникают у животных, которые еще прямые, ровные, красивые, и у родств, у которых еще можно избежать. Еще одним признаком рахита является боль. Дефицит кальция в костях, к сожалению, очень болезненное состояние. Но у лягушки это будет проявляться в угнетении. Ей будет тяжелее охотиться, ей будет тяжелее конкурировать с другими лягушками. И я понимаю, что новичку в амфибиях бывает очень сложно отличить нормальное и веселое поведение своей лягушки от угнетенного. Но отказ от еды может быть поводом задуматься, присмотреться к амфибии, пересмотреть условия ее содержания. Да, отказываться от еды амфибии могут также и вследствие неправильных температур, неправильной влажности, излишнего стресса. Поэтому сначала надо думать об этом, но и вследствие рахита животные часто испытывают боль и отказываются от еды. Также часто вследствие рахита у животных бывает запор. Это вообще очень сложная проблема, потому что рогатки, например, могут испражняться раз в месяц, и это нормально. Это не значит, что у них какая-то проблема с дефицитом кальция. Но так как это описано в литературе, я все-таки говорю вам, да, при рахите бывает еще и запор. В терминальных стадиях рахита, когда животное уже в предсмертном состоянии, также вздутие живота бывает. Как избежать рахита? Давать кальций в порошке или в насекомых. Как я уже говорила, можно загружать кишечник насекомых кальций, а можно давать насекомых, у которых в принципе повышенное содержание кальция. Такие есть, например, это черная львинка или мокрицы. Регулировать количество фосфора в рационе. Если вы заметили у вас в вашей лягушке судороги, то самым быстрым способом снять это состояние будет ванночки из борглюконатокальция. Этот препарат стоит буквально 50 рублей в ветеринарной аптеке. Пожалуйста, купите его, если вы завели лягушку, и пусть он у вас будет на всякий случай. Потому что в случае что от стресса, от последствий отравления, от ошибок в содержании, которые могут быть у новичка, может случиться такое, что у вашей лягушки резко уводет количество кальция, и она начнет биться в судорогах. И будет очень круто, если вы сможете просто пойти, взять с полочки борглюконатокальция, набрать его в шприц, и помочь вашей лягушке. Просто берите борглюконатокальция, разводите его 1 к 3 к воде, и купайте в нем вашу лягушку минут 15. Да, это очень здоровский момент. Это то, чему мы можем порадоваться относительно того, что лягушки могут пить через кожу. Они могут впитывать через свою проводимую кожу борглюконатокальций, который полностью водорастворим. И тем самым мы можем купировать судороги и спасать в критические моменты наших амфибий. Но использовать борглюконатокальция без ветеринарных назначений стоит не больше 3 суток подряд. Я имею в виду 3 ванночки раз в день по 15 минут. Но в это время вы должны как следует проанализировать все условия, все, что вы делали, постараться выявить причину судорог, устранить ее и нормализовать условия содержания вашей лягушки. Также вы должны регулировать количество фосфора, который попадает в организм лягушки, не перекармливать ее мучеником и фобосом. Желательно поставить вашей амфибии ультрафиолет. Я рекомендую всем лягушатам в период роста подсвечивание ультрафиолетом. Это всегда очень благотворно сказывается на их организме. Ультрафиолет отвечает не только за выработку витамина D3, он также участвует в процессах кроветворения, выработки инсулина и многих-многих других. То есть, в целом, очень благотворно влияет на рост и развитие лягушат. Поэтому, да, конечно, с присутствием витамина D3 не все из них рахитятся без ультрафиолета, но так как избыток витамина D3 вреден, опять же, ради естественности процессов я предпочитаю содержание лягушек с ультрафиолетом. Ставьте лампы, и ни в коем случае не двойки. Это заблуждение, что амфибиям нужны двойки, там недостаточный уровень ультрафиолета. Обязательно сниму про ультрафиолет отдельный ролик, как давно обещала. Делаю это в скором времени, что делать, чтобы ультрафиолет лягушка получала, но при этом не обжигалась. И, соответственно, можно добавлять витамина D3. Он обязательно должен быть, но не давайте добавки с избыточным количеством витамина D3, чтобы к гиперкальцификации организма это не привело. Специфического лечения нет. Возможно, требуется лечение, если у вашей лягушки рахит вызван прочими заболеваниями, как я уже сказала, какими-то нарушениями пищеварения, либо паразитарной инвазией. Тогда нужно вылечить это и нормализовать условия. А если рахит возник вследствие того, что у вас были неправильные условия или неправильное кормление, то вы должны просто нормализовать условия. И последнее, на что я хотела обратить ваше внимание. Когда я готовила статью про рахит, я делала в группе амфибии опрос. Я выкладывала тощих лягушат и рахитных. И спрашивала, какая из лягушек является зарахиченной. И огромное количество людей проголосовало за то, что тощая лягушка рахитная. Но худоба – это не рахит. Худоба никакого отношения к истончению костной ткани не имеет. Если лягушка вот такая, она не рахитная. А рахитная – это когда она вот такая. Лягушка может быть толстой, красивой, жирной и биться в судорогах, криветь. У нее может ломаться спина, передавливать ей внутренние органы. Она может страдать. Все может быть чудовищно. Она может умереть от этого. Но при этом оставаться толстой. Худоба – это худоба. Да, если у вас худоба высвана глистной инвазией, у вас может лягушка очень похудеть, ее сожрут изнутри глисты. А потом еще начать криветь от того, что она не получает достаточное количество кальция. Но это она у вас тощая и рахитная. И еще заглистованная. А в целом худоба – это худоба. Это нехватка питательных веществ, других питательных веществ, не кальция. И надо выяснять, почему возникает эта худоба. Как я говорила в ролике про странгилоидоз, далеко не всегда глистная инвазия вызывает худобу. Иногда толстая лягушка также бьется в судорогах. У нее уже не хватает кальция из-за того, что куча червей внутри. Но вес она сохраняет. Поэтому все надо анализировать, взвешивать. Если не можете проанализировать сами, обращаться к специалистам или хотя бы к людям из хобби. Повторюсь, что в группе Амфибии ВКонтакте есть чат, который называется «Квакариум». И там энтузиасты лягушек стараются помогать новичкам, подсказывать, анализировать ситуации и проблемы. С вами была Правда Марина. Правда о содержании лягушечек. И счастья и благополучия вашим холоднокровным питомцам. До новых встреч! У меня накопилось несколько вопросов от подписчиков, которые недостаточно крупные, чтобы посвящать им отдельный ролик. Но все равно требует ответов. Если вдруг у вас также возникли какие-то вопросы по содержанию амфибий, на которые вы давно ищите ответ, какие-то небольшие вопросы, пожалуйста, задайте их в комментариях к этому ролику. Буду очень вам благодарна, потому что все-таки хочу сделать ролик ответов на вопросы подписчиков. Хочу собрать достаточное количество интересных и насущных вопросов для того, чтобы осветить в одном видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok